В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и ведомств отчитались в проделанной работе временно исполняющему полномочия главы муниципалитета Владимиру Волкову. Подробности в материале моих коллег. На минувшей неделе в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило 2000 обращений. 23 заявления стали поводом для возбуждения уголовных дел. На территории обслуживания ведомства произошло 171 ДТП. В результате них никто не пострадал. Грабеж был у нас на улице Московского возле дома 5. Женщина шла с работы, двое неизвестных напали, отобрали сумку, мобильный телефон. То есть люди задержаны, оказались гастролерами с Ореха Зуева. 49 раз в Люберецкие спасатели выезжали по сигналу тревоги. В трех случаях пришлось бороться с огнем. Все происшествия произошли не в жилых помещениях и не повлекли за собой человеческие жертвы или ущерб здоровью. 1 октября загорание неэксплуатируемого строения по адресу Люберцы, улица Смирновского, дома 16, берег 179. Обгорела стена и часть кровли неэксплуатируемого строения на площади 10 квадратных метров. В проделанной работе отчитались представители ЖКХ, а также ресурсоснабжающих организации. Отдельной темой на совещании стали ливневые канализации. Обязанность по их содержанию лежит на плечах Люберецкого водоканала. А Олюберецкий водоканал помимо обслуживания и текущего ремонта выполнил собственными силами прокладку ливневой канализации и устройство ливнеприемных колодцев. Там, где невозможно проложить ливневую канализацию, устанавливаются дождеприемные колодцы с последующим обслуживанием, их откачкой, без привлечения подрядных организаций. Эти работы были выполнены. Петр Лирник перечислил наиболее проблемные участки, где требуется реконструкция ливневых насосных станций или обустройство новых, а также назвал адреса, где необходимо откачать воду с помощью специальной техники. Владимир Волков дал поручение устранить подтопление в кратчайшие сроки.